Всем привет, меня зовут Сергей Бубович и вы находитесь на канале Метал ТВ. Здесь мы изучаем невербальное поведение человека и находим информацию там, где не все ее видят. Периодически мне приходят сообщения в стиле, можно ли контролировать свое поведение, язык тела и эмоции, и как этому научиться. Многие полагают, что путем специальных тренировок и техник можно скрыть любые признаки, которые будут выдавать вашу неуверенность, стресс, ложь или другие эмоциональные реакции. Предлагаю разобраться с данным вопросом на примере политиков и людей с высоким социальным статусом. В частности президентов, так как они являются главными лицами своего государства. Ведь умение контролировать свое поведение и реакции им критически необходимы, и поэтому они проходят специализированные тренинги. Да, контроль жестов, поз действительно может подаваться контролю и намеренным изменениям. Посмотрите на позу и жест Трампа, которую он выбирает практически всегда. Это намеренное невербальное воздействие на наше подсознание, которое воспринимает данную позу как уверенную. Похожие методы невербального воздействия он практиковал и на своих оппонентах, когда использовал резкое рукопожатие, выбивающее из психологического равновесия. Также у политиков вы редко увидите закрытые позы, которые выдавали бы их дискомфорт. Ну вот вам эти санкции ничего, а для нас вы наносите нам ущерб такой. А вы когда это делали, не подумали о том, что будет ответ? А напротив, их жесты часто используются с открытыми ладонями. Ну вы что там, больные что ли? Ну вы же уничтожаете российское образование. Какое? Ну наверное, там нужна по правилам полоса препятствий. Ну если ее нет, да вы посмотрите, кто учится-то механике и оптике. У этих людей... Демонстрации вентральной частью тела, то есть передней, и отсутствием любых барьеров. Люди спорят в нашу страну, включая террористы. У нас террористы, мы сняли 10 террористов в последний период времени. 10. Это очень серьезные люди. Что интуитивно и подсознательно у нас ассоциируется с честностью. Ведь когда человек открыт, он скорее всего честен. Отвечая на многих вопрос, можно ли контролировать свои истинные эмоции и создать нужное впечатление, Отвечу, да, запутать обывателя у вас получится. Но человека с развитой наблюдательностью и тем более специалиста по невербальному поведению маловероятно. Вот, например, посмотрите этот отрывок. А вообще эти годы для вас, вы их вспоминаете с удовольствием? Это были счастливые годы? Конечно. У каждого человека период детства, студенческий период, может быть, наиболее энергичный, наиболее сильный по воспоминаниям. Все в первый раз. Что вы видите? Можете максимально точно определить истинное отношение к обсуждаемой теме, или ничего не вызывает сомнений. К нему мы вернемся чуть позже. Для человека с поверхностными знаниями в невербальной коммуникации это могут быть просто движения, поддергивания, ничего не значащие знаки. Но для того, кто изучил природу человека, это огромный пласт информации об истинном состоянии. Наше поведение, возникающие движения, изменения мимики, жесты и другие невербальные сигналы – это следствие возникающих эмоций, сигналов нервной системы, электрохимических изменений в мозгу, нейро- и психофизиологических изменений в организме. И многие из них невозможно контролировать. Например, в этом моменте организм находится в напряжении из-за возникшего стресса или даже физического неудобства. Импульсы в мозгу срабатывают и дают сигнал телу – «Я хочу найти комфортную точку». И именно эти первые импульсы дают нам реальную информацию о состоянии человека, о его стрессе, о его волнении в данный момент. Кровообращение усиливается, вследствие чего хочется приподняться на месте и сменить положение. Желание поправить пиджак и накинуть ногу на ногу с последующей отменой этого действия и маскировкой поправлением наушника и сменой положения ног выдают активизацию нервной системы и желанием скрыть возникшее внутреннее замешательство и волнение. Если человек уверен в своих действиях и не скрывает своего состояния, то он выполняет возникшее в голове намерение полностью. Тот же Трамп, который выбрал себе одинаковую модель поведения, в моменты сильного волнения выдает себя постукиванием пальцами рук, а иногда и подергиванием ног. Вот еще один пример, когда первичные сигналы мозга демонстрируют нам истинную реакцию. Казалось бы, ответ Моткона вопрос дудя четкий и уверенный, и мы не видим ярких сигналов беспокойства в языке тела. Это некий ориентир для молодежи, для детишек, которые приходят в детскую спортивную школу. А теперь посмотрим его первичную реакцию на вопрос. У тех людей, которые осваивают эти бюджеты, если это не приносит результатов, зачем нам это нужно? Вы действительно не понимаете? Элитных спортсменов, я не понимаю, зачем я должен оплачивать. Излишне частное моргание после одобрительного кивка. Плюс последующее почесывание глаза. Выступает как блокировка глаз. Если выражаться популярно, то он хочет скрыться от объекта возможной психологической угрозы. Далее приставание на месте и поправление пиджака является замещающим жестом, который иллюстрирует незначительное действие, что также является сигналом беспокойства и следствием возбуждения нервной системы. В момент контроля тела и выбора уверенного жеста «шпиль» мы наблюдаем микровыражение, которое демонстрирует контроль негативных эмоций. Стоит также отметить обратную сторону проявления сильного стресса. На тренированный человек, знающий особенности языка тела, будет контролировать лишние движения и жесты, которые будут выдавать его беспокойство даже рядовому наблюдателю. Поэтому, как правило, его тело и мышцы будут испытывать сильное напряжение. Подобное напряжение будет сопровождаться реакцией замирания, которая проявится во всем его теле и в особенности мимики. Она будет иметь как бы застывший вид. Посмотрите, здесь политик явно находится в сильном напряжении и контроле своих движений. Поддержанные и Соединенными Штатами, и финансово, и политически, информационно, и Европой в полном объеме поддержали антиконституционный захват власти, кровавые, между прочим, жертвами. В этом моменте он хочет размяться, выпрямиться, сменить положение, но контролирует это и выполняет движение не полностью. Так он будет делать несколько раз на протяжении всего отрывка. Если обратить внимание на его ноги, то в данной ситуации такое положение выбрано телом намеренно, так как сковывание помогает контролировать стопы от лишних движений. Посмотрите, как изменилась его мимика за несколько секунд. Сведенные брови в данный момент не являются индикатором печали, а скорее внутренней неуверенности и напряженности. В похожих ситуациях брови могут иметь и другой вид, как при гневе, так и при страхе. Обратите внимание, как они подергиваются от возникшего напряжения и сопровождаются частным морганием, что также является сигналом внутреннего волнения. Также, если приглядеться на грудную клетку, то мы увидим повышенную интенсивность дыхания. Похожие сигналы будут повторяться на протяжении целых 11 минут, и положение его будет практически неизменно. Это достаточно продолжительное замирание и является сигналом внутреннего волнения, стресса и, как следствие, контроля этих сигналов. Если человек испытывает сильный стресс и пытается его скрыть, то он даже не подозревает, что таким образом дает еще больше сигналов опытному наблюдателю. Похожие чувства испытывал и мой организм, когда мне приходилось выступать перед аудиторией на премьере новой передачи от ТВ3. Я испытывал сильное напряжение и старался контролировать любые сигналы тела, которые могли бы выдать мое волнение. Тем не менее, это можно заметить по изменению моей мимики. Моменты внутренней неуверенности, брови приподнимаются и внутренние уголки бровей сводятся. Из-за повышенной температуры тела, которое появляется при стрессе, на моем лице можно заметить потоотделение. Из-за напряжения тела и его контроля мой голос также испытывал различные колебания и возникали интонационные искажения. А история, которую он рассказывает на камеру сезон номер один, ложная. Но со временем я адаптировался под ситуацию и перестал испытывать сильное волнение. И все первоначальные признаки практически ушли. Наверное, это учит нас быть наблюдательнее, потому что что объединяет всех этих людей? Они нормальны, они ходят среди нас, они ничем не отличаются от всех других. А теперь вернемся к отрывку с Дмитрием Медведевым. Действительно ли детство для него было счастливым? Давайте разбираться. Конечно. У каждого человека период детства, студенческий период, может быть, наиболее энергичный, наиболее сильный по воспоминаниям. Все в первый раз. Когда он говорит «конечно», «конечно». Первое, что мы слышим, это небольшая пауза и глубокий вздох перед ответом. Конечно. Что дает сигнал об активизации вегетативно-нервной системы, что является следствием возникающего стресса. На лице мы не наблюдаем эмоции радости или удовлетворения. Что логично бы, когда человек говорит о положительном событии. Он сводит брови, что носит себе негативный и серьезный оттенок. Эмоции не соответствуют контексту слов. Плюс после этого наблюдаем двойную эмблему «я не знаю, я не уверен». Это приподнимание плеч, а затем развод кистей в сторону, что также является признаком неуверенности. Когда речь заходит о детстве, его мимика сохраняет сведенные брови с застывшим взглядом, что говорит нам о том, что он погрузился в свои воспоминания и они носят негативный характер. И в этот момент он поджимает губы. Данное микровыражение иллюстрирует комбинацию эмоций печали и гнева. Печаль характеризуется поднятием подбородка и опущенных уголков рта вниз, а гнев характеризуется сжиманием губ. В итоге мы наблюдаем контроль негативных эмоций. Все его невербальные сигналы противоречат тому, что он говорит. Соответственно, тело в очередной раз дает нам больше информации, чем слова. Безусловно, зная все особенности поведения человека, значения, восприятие жестов и азы невербальной коммуникации, вы сможете контролировать свое поведение и воздействовать с помощью языка тела. Но контролировать полностью свой организм не сможет даже специально обученный человек. Обыватель может и не заметить подвоха, но специалист по невербальному поведению, профайлер или даже человек с хорошо развитой наблюдательностью не упустит эти сигналы из вида. Поэтому наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дураках. С вами был Сергей Бубович, канал Ментал ТВ. Всего хорошего.